Игнатий из Потеряевки 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 Все, до свидания, община ваша, значит, да, и все остальные там, до свидания, мы, значит, от вас отказываемся, то есть мы вас уже не числим своими, вот и все, а вы вправе делать, что хотите, ну и все. Так же нет? Ну и вот ты объяснение, я знаю, что ты можешь объяснить почти что все, вот такое вот, ну, невообразимое, значит, ты можешь найти это все связать. Да, ну и раз ты так, тебе отвечать пред Богом-то, если ты уверен в этом, что тебе вот не нужна эта московская патриархия, ну и все, и пред Богом так будешь говорить. Только что пред Богом так сказал. Господи, а я не мог туда пойти, вот и так, и так, ты знаешь, вот и все, и суди меня, как хочешь, да, уже, да, по своим, ну, ну, суди по совести, как бы, да, сказать можно пред Богом, что вот я действительно был так уверен. А они отказались зарубежно, ну, я к ним всей душой, они, вот видишь, начали брататься с московской патриархией. Ну, я, что мне делать-то, вот и все. Тебе, конечно, молиться, просить, чтобы Господь, что-то, ну, а вот куда-нибудь еще там, ну, вот, как ты назвал, как некоторых епископов, там, все прочее, куда можно вам притулиться. Ритулиться. Ну, это ваше дело, собственно говоря. У вас община, у вас же не просто так вот несколько человек, а община. Значит, вы можете туда, вы больны в своем решении, так я понимаю. А мне с вами, видишь ли, общение очень хорошо. Я без общения, а общение было бы очень хорошо. Ну, так как у вас ограждения очень много всего, я не могу это все на себя, вот это все принять и прийти, допустим. Ну, вот, попуститься всем, вот как я с мормонами, допустим, я был против того, там, против причастия водой, там, это прочее, как баптистское преломление, а никакого причастия. Ну, собственно говоря, ну, ради общения я согласился с ними, я вот пробыл столько лет у них. Вот, но теперь я уже понял, что это неправильно. И вот с вами, допустим, вот сообщиться, вот написать заявление, я могу написать заявление, но опять все равно, водку-то я выпиваю, а вот Игорь Добунов говорит, кто водку пьет, они все в ват пойдут, а еще курево, а еще, да еще всякие дела. Вот, что мне делать-то? Я просто хочу остаться у вас в стакусе таком, как я сейчас есть. Вот и все. Если можно, конечно, ну, если вы можете вот меня в таком терпеть меня, не просто это, а вот терпеть просто такого, ну и все. Ну, просто опять я хочу сказать, что, ну, давно я тебя знаю, и вот многих еще знаю, ваших членов общины просто, ну, как быть, я не знаю, подскажи. Я тебя спрошу, ты говоришь, я поехал и взял какую-то бумагу от патриархии. Какую именно бумагу, о чем говоришь? Сейчас скажу. Это я читал в твоих книгах, это, по-моему, или для Слова Божия нет уст, или, наверное, там, или к путь к православию. Это... Дело в том, что... Вот где-то здесь. Дело в том, что никакой... Я сейчас скажу, ты вспомнишь. Я сейчас скажу, ты вспомнишь. Ты там пишешь в таком образе, что, значит, нужно было, значит, вот эту справку взять, что ты член, значит, церкви здесь в Барнауле. Вот. И вы пришли, и ты туда пришел, ну, с кем-то еще, я не знаю, не помню. И там, значит, был секретарь или кто-то чего-то. Тот, значит, справку дал, печать там прочее, все. Да. А потом ты, когда выходил, то ли Вальтович, то ли этот протверей там этого храма, ну, в общем, это где-то. И он навстречу, а это ты что-то здесь был или что-то. Вот что-то у меня такое осталось в памяти. И вроде того, что вот... А ты же улыбался вроде того, что уже все. Нет. Нет. Послушай внимательно. Раз спросил, я отвечу. Ни одной бумаги от патриархии у меня не было за всю мою жизнь. Ты что-то как-то с пьяного будуна придумал это. Вот в чем дело. Никакой бумаги. Дело в том, что когда я работал, то есть помогал в тюрьме в местной, а они тогда, когда вот эта перестройка-то началась, патриархия везде влезла. Влезла там по силовым структурам. И тогда тюремное начальство говорит, нам нужна справка о том, что вы от православной церкви-то. Ну, я тогда пошел к настоятелю и говорил. Вот, я говорю, запрос. Главное управление лагерей просит у вас здесь. Там Вишневский был, Пархоменко, полковники. Соглашаюсь, соглашаюсь. Пока я начальник тюрьмы, вы никогда не спуститесь в нижний подвальный этаж, где находится приговоренный к смертной казни. Я прокурору позвонил, а он говорит, это ничего не значит. Ты, правда, сам приехал в тюрьму туда, Параскунта, и мне двери распахнули все. У меня, видишь, связи помогают и молитва. От ни одной бумаги, от патриархии у меня не было никогда. Никогда. Все, я понял. Я понял. Я допустил ошибку. Я подумал, что это нужно было для зарубежников, чтобы там тебя приняли. А вот сейчас ты мне сказал, я понял, что действительно так, чтобы ходить к заключенным. А для зарубежных не надо было никакой справки. Они знали, что я заключенный, за слово Божие. А там таких любят. И мне поступило два приглашения. Два. Одно в Америку от митрополита Виталия, и второе в Канаду. Правда, которое от Синода написал этот Капрал, который сейчас Иларион. У меня два приглашения было. Не считая в частном порядке, сколько у меня там в Голландию, в Японию, там в Вашингтон. У меня приглашений было не одно. Ну, я тогда и воспользовался этим. Но я не поехал. Вел занятия в разных университетах и везде стал задавать вопросы. Ехать или не ехать. В школах. Я вел 13 школах занятия. Никто толком не может сказать. Тогда я поехал в Москву. Вот тогда мы познакомились с отцом Кириллом Сахаровым на Берсеневке, Игумен. Ему задал вопросы. Ну, никто меня сдвинуть не мог, что надо ехать. Я говорю, не за чем. Но когда я беседовал с Зоей Крахмамиковой, диссиденткой, она только что вернулась, в Усть-Коксе была, отбывала здесь, в Горном Алтае там. А у нее там была, пришла жена Куржавы Булата, там такие важные люди. Феликс, ее муж Светов, он тоже здесь был заключенный. Узники совести говорят. И она мне говорит, Игнатий, дело в том, что вам придется с людьми беседовать. Вам нужно увидеть своими глазами все это, о чем будете говорить. И она меня сшибла. И я дал согласие тогда, и начал собирать, оформлять документы. Когда уже все оформил, уже в автовокзале, на этом аэровокзале, уже заходим, прямо около самого самолета у трапа. Вдруг офицер подходит ко мне и говорит, вам придется отложить рейс. Я говорю, а почему? Ну, вот так решение, так у меня же заплачено. Об этом не беспокойтесь. Там все уладит, говорит. И вот дорога, а пистеры спрашивают, скажите, а чем вот ваше, где вы находитесь, отличается от московской патриархии? Ясно, вопрос это не его таможенника. Ему какая разница? Меня вернули, сказали ждать. Но, правда, недолго. Не больше недели я был. А я в это время был в сирийском посольстве. Достал там Коран, беседовал. То есть я много по посольствам ходил. Вот. Но меня никто не задерживал. Рекомендаций никаких мне не надо было. Прилетели в Нью-Йорк, а меня там уже встречали. И буквально в этот же день меня на самолет ищили всю страну в Лос-Анджелес. А там тогда уже, у которого я был, он сейчас митрополит. Теперь митрополит Антолий, Антоний. А тогда был Никита Феохтистович Орлов. И мы с ним по всей, там и Сакраменто, и везде, везде там собирали гуманитарную помощь для России. Огромные, огромные, там, я не знаю, метров 15 или больше этот контейнер. И ни грамма нам не досталось. Мне станки там были деревообрабатывающие. Все в Санкт-Петербурге разграбили. Все. Дошли только книги непереплетенные. Вот как дело было. Это я знаю. Игнатий, это я знаю. Ну, вот перед трапом самолета он тебя остановил, а через неделю, говоришь, выпустил. Так это кто был? КГБш? Ну, по форме он офицер. Офицер был, как будто бы на аэродроме работает. Ну, да они кем хочешь представятся. Ну, потом просто они хотели тебя прочувствовать. А тем претензий никаких у них не было. Просто задержка. Задержка и все. Ну, уже времена-то уже другие были. Да. Времена другие были. Да. Я считал, когда встречали Сахарова, когда он возвращался с Горького. И в это время журналист проходил. Встречать его. Бежали же, откуда он выходит с вагона. А в это время охрана стояла. Я, говорит, остановился. Он мне кремнул головой. Говорит, сегодня можно, сынок. Иди, встречай. Вчера нельзя было Сахарова встречать? Андрей Дмитриевич, а сегодня, говорит, можно. Иди, встречай. Сейчас. Ясно, ясно, ясно. У тебя, ты что, это в виде камеру сменил? Веб-камеру, что ли? Бывает, ты шевелишься и плохо. А это мне Сергей Козлов настоял, чтобы лампу поставили. И вот лампу поставили. Я ее иногда включаю, чтобы светило в лицо. А этот пузырь-то сверху светит. Поэтому освещает не лицо. Большая тень была. А сейчас лучше. Нет. Я говорю, я говорю другое. Вот когда ты говоришь, а лицо у тебя начинает, вот, ну, тут медляется, пропадать несколько. Камеру заменил. Вот ты называешь глазок. Это веб-камера вообще-то. Ты когда говоришь с кем-то, поправь глазок, поправь глазок. Это не глазок, это веб-камера. Она установлена у тебя на мониторе. Но я-то на центру, а с кем разговариваю, его не видать. Он уплывает одни глаза. Я говорю, поправь голову, чтобы видно у тебя было. И он ее направит маленько к камеру, и его видать. Ну, вот ты эту камеру свою не менял? Нет, не менял. Ее Сергей меня... Расплывчиво. У меня большие колонки. Это все Сергей парализованный купил и прислал. Это ясно. Я уже это понял. А вот камеру ты не менял. Как-то плохо она или помехи там какие-то есть? Это какая? Что называешь камерой? Называешь глазок камерой? Это не глазок. Ну, глазок это у тебя глазок, у меня глазок. А в камере видеообъектив. Я не знаю. Это маленькая. Не знаю. Веб-камера называется. Мне купили, установили. Моего тут ничего нет. У меня ничего нет моего. Мне компьютер купили. У меня ничего нет. Это я понимаю. Ладно. Ты все равно не поймешь, о чем я хочу сказать. Ну, ладно. Не будем об этом. Ладно. Все хорошо. Так. Ну, да по поводу моего статуса-то с вами. Так ты его статус-то, ты его сам себе установил-то, не я. Ты спроси... Менять не хочешь. Ты сам, да? Ты Осипова спроси. Ты его последователь, Осипова. Ему вопрос задай. Скажи, я пью. Я не... Я скажи, купю. Я не последователь. Я не последователь Иосифа. И Осипова. Не последователь. Я слушаю его, Осипова. Профессор, академик. Духовный семинар и академия. Вот и все. А что он там говорит? Ну, мне... Если не нравится, не принимай. Но не осуждай. А если осуждаешь, бойся ответственности. Вот и все. Вот я с тобой. Вот Осипову мне нечего осуждать. Он все говорит. У меня с ним никаких вопросов таких не возникает. Просто обогащаюсь немножко знаниями то, что он говорит. А с тобой возникают вопросы. Ну, вот мне почему такой вопрос? Кодлы это... Я сейчас отвечаю. А вот сегодня ты в этом ролике... В этом ролике утром сегодня раз в пять, не меньше, сказал Кодлы. И сказал, что это объясняет. Значит, я прав. Я слышал это слово Кодлы в этом ролике, который стоит там за шумом-то. За завесной шума. Было это слово? Было, было. Я его не мог так просто выдувать. Ладно, это все. Не манилог. Конечно, я... Ну, вот по поводу опять общины-то... Конечно, я не смогу выполнить все ваши требования. Ну, вот и все. Я думаю, давай оставим статус таким, какой он есть. Просто я же вам говорил, что я один-одинешенек. Поговорить не с кем. Ну, ладно. А бывает, вдруг помочь нужно или прочее, все. Ну, вот Володя, в частности, он мне помогает уже не один год. Ну, вот и все. Когда нужно, я могу к нему обратиться. Если вдруг сляжу или не смогу выйти из комнаты. Вот в чем дело-то. Ну, и помрудок похороните от меня по-христиански. Так больше ничего. Я с вас ничего не требую. Понимаешь? Больше... Так, подожди. У меня очки там остались на кухне. Сейчас я быстро принесу. Очки. Я много говорить не буду. А вот прочитаю то, что я вычитывал здесь в интернете. Труды Григория Богослова. Я, значит, вот читаю тут его. Назианский. Назианский. Григорий Богослов. И вот те слова, которые тут есть, я буду выписывать. Ну, которые такие пригодятся в жизни. Вот он говорит, Григорий Богослов, святитель. Так? Тайна спасения... Слушаешь? Слушаю. Тайна спасения для желающих. А не для насилуемых. Да. Я представляю, что вот ты хочешь насиловать меня. Ты вот это... Ты вот эту борту. Ты вот это, значит, это пояс. Шкурный шнурок. Ты там вот это. Там другое. В общем, все то, что я не восприемлю, ты меня в этом ограждаешь мою свободу. Ко греху. И... Таким образом, значит, меня принуждаешь. Насилуешь. Так, по порядку, давай. Ты был шофером. Работал в Москве. Любой инспектор тебя будет контролировать и насиловать. И ты слушаешься в ней, не противишься. Не трезво он тебя снимет, он тебе проколы сделает. Почему ты там не противишься, соглашаешься? Почему здесь не соглашаешься? Образуй свою общину. И введи эти порядки, что каждый может быть пьяный, в блевоте не валяется. Сделай как надо. Блудить можно, материться можно, курить. Создай такую общину, и тебя быстро она наполнится. Наша улица вся зайдет к тебе. У нас другое. Мы боремся за чистоту церкви. Мы христиане. Зачем ты это говоришь сейчас? Я что-то придумал, к тебе зашел. Ты ко мне заходишь. Вот в трамвай заходит. Не захотите, не захотите в пачку еще одежды. А зачем вы меня стесняете? Ты же не говоришь так. Тебя просто вышвырнут оттуда. Ну, почему тут ты имеешь? Если ты не соответствуешь, ты не наставил на этом. Мы тебя не отвергаем. Как тебя отвергаем? Ты приезжал, мы сказали правила. А нет, мне сделало сделать исключение. Мне пояс не надо. Ну, не надо, значит, распоясывающийся хулиган. Пояс. Стоит 11 раз в Библии говорится о поясе. Христос с поясом. Апостолы с поясом. Пророки с поясом. Иоанн Креститель с поясом. Почему я должен говорить, что без пояса хорошо? Ведь Осипов был бы, он у нас с соглашенными стоял. Путин с соглашенными. Это правила. Правила не мои правила. Это канонические. Вот он, президент, возжигал минору. Свечи там, семисвечник у евреев. Заодно это он вообще должен быть исключенный. Я не против миноры. Но у христиан свои правила. Притом соборные правила. У тебя нет желания быть в общине-то. Тебя еще отталкивают разве? А ты со своими правилами всех дохлых собак к нам тащишь. Мы столько труда положили, чтобы жить чисто и свято. А те, которые говорят что-то-то, они мирские люди. Мир слушает их. Какого труда нам стоило, чтобы ни один человек у нас, ни один, не был бритый? Чтобы все были погружены в полное погружение. Это что, так просто дается? Ты посчитай, сколько вот людей к нам приезжают. Приезжают там разные корреспонденты, фотокорреспонденты. Заместитель администрации Краевой. И он подчиняется нашим законам. Приехал прокурор, полковник. Но не соответствует нормам, мы его не запустили в лагерь. Если это женщина-милиционер, мы дали юбку, чтобы она надела юбку. У нас в церковь она не зайдет. У нас специально платочки есть. Зачем нас принуждать к этому открытости, этой миру-то? Мы никому не запрещаем. Но правила наши. Дресс-код называется. Амиши в Америке носят свою одежду. Их никто не преследует за это. Мы что, у кого-то отняли? Я пришел к тебе домой и говорю, давай, брось бритву. Я же этого не делаю. Зачем меня в этом обвинять? Но ты ко мне пришел? А ко мне пришел в чужой монастырь, говорит, со своим уставом не ходят. Сама поговорка говорит. А наш устав-то он на основании слова Божия и канонов. Дело-то вот в чем. Я же ничего не делал. Вот ко мне приезжают директора. Ни один с папиросами в ограду не зайдет. Директора крупнейших предприятий. Ну, я же ничего не требую ни от кого. Я говорю, это наши правила. Правила, которые приняты на общем собрании. В краевом отделе юстиции они. И мы подтверждаем, откуда взяты. У нас не положено торговать. У нас церкви нету. С тарелкой не ходят. А я хочу свечи ставить. У нас не положено. Воск покупают сами. Льют. И батюшка ставит сколько надо. Это наши порядки. У нас движения в храме нету. Полная тишина. Нас опять столкнуть туда по-мерзки. Чужой к нам не зайдет. Как? Мы его проверим. Документы его, паспорт запишем. К нам приехал наш епископ. И мы у него паспорт попросили. Общее правило. Я начальник детского лагеря. Висят правила. И я ни одного правила лагеря не имею права нарушать. Мне не дано это. Я наоборот должен показать, как я люблю эти правила. Дети же это все видят. Ударили в колокол. Обязаны бежать. А у меня нога не шевелится. Я его волоком. Другой рукой. Ну, тащу, бегом, бегу. И дети понимают. Его учат в серьезной жизни. По-другому нельзя. Мы пошли купаться. А дети... Ну, я тороплюсь просто. А дети говорят. А три поклона-то не положили? Я останавливаюсь. Начинаю три поклона. Положил, тогда пошли. Меня дети уже контролируют. И ни одному ребенку я не скажу, что ты не прав. Ты не обижайся только ради Бога. Ты же знаешь наше хорошее к тебе отношение. Я требую того, что есть в Святой Библии. В Святой Библии написано, Иоанн Креститель по чреслам носил кожаный пояс. А ты мне дам в Потеряевке веревочку, шнурок. Дал бы кожаный пояс, я бы, может, не сомневался. Нет, чего было сказать. Вот у меня кожаный пояс все время есть на брюках. Вот у меня кожаный пояс. Сверху рубашка. В чем-то просто. А зачем мне веревку? Ну, ты не спорь. Это русский обычный. Рубашка сверху. У нас по уставу. Что ты бунтуешь? В армии что-то не бунтовал? Что ты горды бачишь-то? И вот воскрысится прямо на пустом месте. Ты чего меня искушаешь-то? Ты сними там веревочку, привяжи. У тебя штаны-то спадают. Пузень-то твоя не разрешает. Не держится. А у меня, мне не надо ничего. Почему? У меня бедра шире. Здесь у меня уже. А ты здесь вот такой пузырь сделал. С тебя скатывается. А ты ремень-то оттуда возьми. И сверху рубашки. А там привяжи веревочкой. Ну, чего ты на пустяках-то съезжаешь-то? Ты нами не ценишь. У Игоря... У Игоря Дыбунова тоже слазит все. И веревочка у него на пузе, на голом... Нет, она у него не вверху, а на рубашке. Он показал. Он показал. Я тебе покажу ролик, в котором он приходит к Сергею. Раздевается. У них и же скайп идет. Он заправляет. И это пузо-то поднял. Вот такую же. Поднял вот эту вот. И веревочка там. Ну, это не в храме. Не в храме. Никита заплаты показывает на белых штанах. Сперва на коленях две. Одна здесь, на левом, на правом. А потом еще ты говоришь с Америкой. А он жопой кверху встал. И заплата черная у него здесь. Ну, в ролике это же стоит. Все. Это показуха. Зачем это нужно-то? Ты сейчас не судишь. Ну, бедные вы такие бедные. Ну, просто тут вообще. Вот, Никита. Ну, приехал с Украины бешенец. Просто все. И черную заплату на жопу. И в Америку показал. Ну, это что такое-то? Ты зачем судишь? Я защитил эти штаны. Так, подожди. Тебя разговаривать неохота. Я отключу тебя сейчас. Ты говори по делу. Ну, еще ты в задницу заглядываешь. Какое тебе дело до этого? Ну, мы же не смотрим, когда ты пьяный валяешься-то. Ну, что придираешься-то? Больше говорить не в общем. А потом будешь говорить, ой, я еще попал, пьяный был там, с будуна своего. Я ж тебя не трогаю, заплаты мои считаешь. Ну, зачем тебе это надо? Говори по делу. Нет, отключайся, отходи. У меня времени нету. Я сегодня... Ты звонил, я не мог 4 часа вырваться. У меня непрерывно один за другим люди. Даже 4 минуты нету, я позавтракать некогда. Ну, зачем ты меня искушаешь-то? Я тебя не смотрю, как ты одетый. Ты на... Это наш устав. Ну, прости, ради Бога. Пожалуйста. Все, все хорошо, все. Давай закончим тогда все. Ну, больше у меня вот по общине, ну, ничего пока нет. Так, я разрешаю, разрешаю каждому заходить ко мне. Сначала написать, свободен я или нет, не чаще одного раза в месяц. Тебе разрешаю через 2 недели, не чаще. У меня времени нету. У меня совершенно нет времени. Нисколько. Хорошо. Хорошо. Все, 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 все. До свидания. Ты знаешь, когда я жил на 2-й строительной, к кому приезжали люди из других республик, и они жили через один подъезд в бараке, сестра, у ней жили, пока я приду с работы, от работы и пойду на работу, чтобы можно было прийти и встретиться. По три дня ждали встречи. У меня народу... Ты уже почти как Папа Римский. Как Папа Римский, к которому приехал президент Франции или кого-то в Германии, и стоял у Папы там неделю или две, ждал, когда его запустит Папа. Ну, все. Ладно, с Богом. С Богом.